Вот очень интересные комментарии на мой видосик Тройчатка меняют травы Лерик Лопушкин Здравствуйте Петрович Летом я задала вам вопрос в прямом эфире Про субфибрильную температуру Я всегда даю такой ответ Субфибрильная температура это примерно 37 градусов Ну так вот То есть она выше нормальной Ничего особенного Но она имеется И я считаю Это говорит о том что в организме имеется скрытая инфекция Она еще недостаточно Большая Но тем не менее Организм уже начал с ней бороться И начинается Изматывание организма В борьбе с этой инфекцией Поэтому так ее держит 37 и так далее Далее Прошло уже полгода И я все поняла Что это и откуда Нашла даже группу ВКонтакте Субфибрильная температура Там не очень много людей Там Тысяча с плюсом Люди обследуются годами Их мучает температура неясной этиологии Я сразу же говорю Это говорит о том что имеется скрытый источник инфекции Значит сдает биопсию по 4 раза В общем кучу денег тратит И все бесполезно Есть такой вид паразитов Описторхи Они вызывают описторхоз Давайте сразу же посмотрим Предмет так говорит Насколько я понимаю Это паразиты в печени Описторхоз значит вот это вот Паразит в желчном протоке Экспериментально зараженного хомячка Итак Описторхоз Заболевание из группы Трематодозов Вызываемых паразитическими Плоскими червями Из отряда Описторхоз Описторхоз распространен на территории России Украины, Казахстана И стран Юго-Восточной Азии Заражению подвержен человек И рыбоядные животные В том числе Ведмедя Заражение происходит при приеме пищи сыром Слабосоленой Или недостаточно фермической Обработанной речной рыбы Семейство карповых Ха-ха Карповых Заболевание характеризуется поражением Внутри печеночных Желчных протоков Желчного пузыря И протоков поджелудочной железы 3 апреля 1891 года Профессор Томского университета виноградов При патологоанатомическом вскрытии Впервые обнаружил в печени человека Сосальщика Которому дал название Сибирской двуустки Позже выяснилось Что в 1884 году Этот же паразит Был обнаружен в печени Кошки Итальянским ученым Что заражение Аписторхозом Происходит при поедании Рыбы Значит Патогенез Так называемое Развитие заболевания Складывается на основе Механического и токсического Воздействия паразитов На организм Хозяина Большую ущерб стенкам Желчных ходов Наносят Аписторхи При фиксации И передвижении То есть Портят нам Желчные протоки В печени Большое скопление Паразитов Их яиц И слущивание петелей Создает препятствие Для тока желчи И секрета Поджелудочной железы Что приводит к замедлению И прекращению тока жидкости Может послужить причиной Кистозного расширения Желчных ходов Провоцируемые Паразитами Застой желчи Является благоприятным Условем Для развития Инфекции Значит Продукты Обмена веществ Паразитов Вот этих Описторхов Выделяются Непосредственно В организм Хозяин Ну а куда же Они ганят И вызывают Приобретенное Организмом Специфическое Повышение Чувствительности К чужеродным Веществам Аллергенам Повышение Чувствительности Как воздействие Раздражители И развитие Разнообразных Аллергий Например при заболевании Описторхом Периодически Может появляться Кожный дерматит Поражающее лицо Дальше Все это Усугубляется Если Никакого лечения Не то И так далее Симптомы Проявляются По разному Ухудшение Ухудшение Общего состояния Характеризующие Слабостью Повышенную Утомляемостью Плохим Самочувствием Кстати О повышении Температуры Ничего не говорится Ухудшение Общего состояния Говорит о том Что организм Болится С инфекцией Общая Слабость Что часть Жизненной Энергии Уже Отнимается Слабость Возникает Утомляемость То же Самое Плохое Самочувствие То же Самое Аллергические Значит реакции Тем более На лице Бывают Лихорадка Повышенная Потливость Воспалительная Диарея Рвота Метеоризм Боли в желудке Отсутствие аппетита Итак Значит люди Сдают кучу денег Тратится все Без полезно А все это Значит Опистархоз Делает Продолжаем Я в прошлом году В 20 Постоянно На дом Заказывала Суши И роллы Суши И роллы Из Рыбы Мужу Много рыбы Всегда передавали С севера А аппетитархоз В рыбе В общем Именно они И вызывают Эту температуру Нарушают Систему Всего организма Так как Гнилостная Желчь Идет Кишечник Там все Бродит Постоянно Возникают Газы Вздутие Какие-то Колиты Сигмовидной И все Такое Я пропила Орех Черный Три месяца То есть Если вот пропить Это настойка Керосина И вернее Настойка Черного Ореха На керосине Там Или настойка Грецкого Ореха На керосине Либо же Я не знаю Что это Попила Орех Черный В котором Содержится Против Аписторхов Вещества Их Подавляющие Половина Половина Симптомов Ушла Стала Лучше Но слабо Смело И температура Не ушла То есть С этой инфекцией Очень хорошо Засела Допустим В той же печени И требуется Там Еще Еще Короче Работа Требуется Пьют Ройчатку Сейчас И такой вопрос Кара Осины От Аписторхоза И других Паразитов Все рекомендуют Кара Осины Великолепный Противопаразитарный Препарат Поэтому В горький Да Она будет Действовать Поэтому Ее можно Пить В данном Случа Может ли Тройчатка Быть заменена Корой осины Ведь она Тоже Горькущая Вы чередуйте Тройчатку Попили Отдохнули Недельку Корой осины Попили Отдохнули Недельку Тодикам Попили Отдохнули Недельку И опять Там допустим Можете Настойку Гвоздики На керосине Попить Недельку Отдохнуть И так далее Полыни Можно попить То есть Все это Можно чередовать Недельку Попили Недельку Отдохнули Недельку Попили Недельку Отдохнули Значит Просто Корой осины Надо пить Месяц Ну Можно Месяц Пить Больше Примерно Трех Недель Не рекомендуется Принимать Разного Рода Растительные Препараты По причине Их привыкания Организмам Это важно Понимать Поэтому Их надо Менять То есть Грубо говоря Две Три Недели Попили Или Неделю Попили Недельку Отдохнули Другой Препарат И так далее Так А тратчатку Месяц Спить 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 Вроде Нельзя Да Можно Тратчатку Месяц Спить Почему Я пью По чайной Ложке Три раза Перед едой В день Ну Хорошая Такая Доза Иду на курс 14 дней Отлично И беда В том Что есть люди Которые Страдают Этой Ерундой Десятилетиями Есть статьи В интернете Про Аписторхоз От Ученого Как же Так Люди Не верят Что у них Паразиты Травят Антибиотиками Себя Гормонами Ну В каком-то Смысле Антибиотики И могут Подействовать Гормоны Я думаю Никак Не подействуют Наоборот Они могут От них Еще Стать Побольше Антибиотики Это несколько Не в ту цель Это все летит И естественно От антибиотиков У вас Испортится Собственная Микрофлора А вся эта Зараза Как была Так там и будет Я сама Еще не выздоровела Но благодаря Трачатке Ушла слабость А то раньше Помыла посуду И все Иду лежать Пластом Да Есть Простые Рецепты Противопаразитарные Рецепты Которые Очень эффективно Действуют И если Вы не понимаете Что касается Субфибрильной Температуры Если Вы не понимаете Что с вами Происходит Эта температура Потому что Он понял Проблему Откуда Муж Есть рыбу Пожалуйста Аписторки Она там Заказывала Суши Роллы И так далее Особенно Если они Как бы Свежие Или там Особо не обработанные Ну и все Это действует Важно понимать Вот хорошо Что у меня Спросили Я Сразу ответил Не буду Слишком Затягивать Видосик А информация Я дал Очень много О том Что если Какая-то такая Температура Непонятная Усталость И так далее Говорит о том Что скрытая инфекция О том Как бороться С этой Инфекцией С разного рода Там Паразитами Которые вызывают Эту инфекцию Важно Менять Подбирать Те или иные Противопаразитарные Средства Их огромное количество И на одних Они действуют А на других Могут не совсем Действовать Пожалуйста Меняйте Работайте Делайте И становитесь Здоровыми